Добрый вечер, дамы и господа! Вперед скажу, что специально для этого совета мы подготовили исследование среди врачей и среди пациентов вместе с нашими партнерами, социальной сетью «Доктор на работе» и фондом «Общественное мнение». И ситуация выглядит примерно так, как когда люди становятся свидетелями одного события и совершенно по-разному его описывают, интерпретируют, описывают участников. Поэтому мы сейчас нуждаемся в том, чтобы сверить показания и разобраться с тем, что такое телемедицина, как она поможет врачам, как она поможет пациентам, как она поможет сократить дистанцию между врачом и пациентом и сделает ли она в итоге медицинские услуги более качественными и доступными. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я с удовольствием приглашаю на сцену Андрея Дмитриевича Каприна, генерального директора Национального исследовательского центра радиологии Минздрава России, главного внештатного онколога России. Дмитрия Юрьевича Пушкаря, заслуженного врача, главного уролога Минздрава России, Департамента здравоохранения Москвы, практикующего хирурга, член-корреспондент Российской Академии наук. Гузель Эрнестовна Улумбекова, руководитель высшей школы организации управления здравоохранением, председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования. Гузель Эрнестовна. И Антон Вячеславович Владимирский, заместитель директора по научной работе научно-профилактического центра медицинской радиологии Департамента Минздрава. Спасибо большое, господа, еще раз. Я напоминаю, что на нашем научном совете говорить можно и нужно всем, поэтому вы не зрители, вы активные участники нашей дискуссии. Вести эту дискуссию мне помогают Константин Иванов и Ольга Найман. Ну а сейчас еще раз напомним, что такое телемедицина. Я хочу сказать, что, знаете, рассказывать о ней едва ли проще, чем ее внедрять. Мы это поняли, когда создавали программу о телемедицине, когда пытались это осмыслить. И я предлагаю посмотреть небольшой сюжет на эту тему, чтобы напомнить и присутствующим в зале, ну а главное нашим телезрителям о том, какие сегменты, какие проявления телемедицины сегодня существуют. Лечение на расстоянии до недавнего времени было исключением из правил. Но сегодня медицина достигла такого уровня, при котором приезжать на личный прием к доктору уже не обязательно. 1 января 2018 года в силу вступил закон о телемедицине. Теперь врачи получат возможность консультировать пациентов по телефону, скайпу, через мессенджеры и специальные приложения. Новый закон не значит, что врач может открыть WhatsApp, начать консультировать через WhatsApp и брать за это деньги. Ни в коем случае. В законе очень четко описано, вернее во всех актах, что это через сертифицированные информационные системы, при наличии лицензии, медицинской организации и так далее. Согласно закону, на первом дистанционном приеме врач может только оценить симптомы, назначить план обследования и пригласить пациента на очный прием. Ставить диагноз и назначать лечение нельзя. После очной встречи разрешается менять рекомендации онлайн. Добрый день, Сергей и Олег. Мы вас видим. Видим, что вы готовитесь. Герой России, космонавт Олег Артемьев, на орбите проходит функциональный тест на велоэргометре. Врачи на Земле следят за работой его сердца в невесомости. Сергей, мы сейчас записываем пока просто покой. Будет небольшой перерывчик в телеметрии. Как он пройдет, тогда начнем педалирование. Хорошо, пойдем. В космосе телемедицинские технологии применяются уже более полувека. Даже то, что есть аппаратура ультразвуковой диагностики, есть функциональная диагностика, есть биохимические анализы, общеклинические анализы, которые проводятся прямо на борту. То есть на самом деле такая маленькая мини-поликлиника. В перспективе такие мини-поликлиники могут появиться в квартирах жителей Земли. А уже сегодня история болезни, рецепты и рекомендации в мобильном телефоне пациента. Специальное приложение напомнит, что пора принимать лекарства и в любой момент позволит связаться с лечащим врачом. Я вам скинула данные КТГ. Как результаты? Понравились или нет? Здравствуй, Катя. Да, посмотрел я твой КТГ. Мне абсолютно понравился. Я очень доволен. Малыш себя чувствует хорошо. Гаджеты, которые фиксируют и передают информацию о состоянии пациента врачу, не только экономят время, но и спасают жизнь. Ведь чем скорее будут проведены необходимые исследования, тем быстрее начнется лечение. Ты можешь в любой момент на любую жалобу пациентки о характере шевеления плода ответить четко. Попросив ее просто приставить датчик, ты увидишь, действительно все хорошо или нет. А это уже пример взаимодействия в формате «врач-врач». Гибридная операционная в госпитале Вишневского. Здесь пациенту одновременно могут делать сразу несколько операций. А контролировать их будут врачи, которые находятся далеко от операционных. При помощи видеосвязи. Телемедицина в России сегодня может не только показывать и обучать. Операции, в которых хирург участвует удаленно, это тоже реальность. Телемедицина – это роботическая хирургия. Почему? Потому что я находился удаленно от пациента. Пациента не касался. Телемедицина – телемедицина. С помощью робота-довинчи хирург делает сложные малоинвазивные операции. Процессом врач управляется специального пульта, который может находиться как рядом в операционной, так и за тысячи километров. Главное условие – высокоскоростной канал связи. Искусственный интеллект – еще один формат телемедицины. Нейросети анализируют изображения и выявляют патологию. Этому их обучают врачи. Для того, чтобы научить нейросеть распознавать какую-то конкретную патологию, то есть отклонение от нормы, необходимо набрать как минимум 500, иногда и до 10 тысяч уникальных изображений с одной выраженной патологией. Но для того, чтобы телемедицина в России заработала в полную силу, необходимо создать информационную систему, охватывающую всю страну. То есть это должна быть единая электронная система. В каждом диспансере она должна быть, я не говорю, что она должна быть одинаковой в каждой клинике, но она должна быть сопоставима и сравнима. И данные с этой системой должны будут сравниваться по одним и тем же показателям. Итак, вот такие возможности телемедицины сегодня существуют. О них знает, как я уже сказала, совсем немного россиян, но по идее должны были с энтузиазмом воспользоваться этими возможностями врачи. Поэтому у вас есть таблички, зеленый цвет означает «да», красный – «нет». Я предлагаю в начале программы ими воспользоваться и ответить на вопрос. Телемедицина изменила вашу профессиональную жизнь за последний год? Пожалуйста, да, нет. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич, как бы вы проголосовали, будь у вас такая карточка, но мы у вас ее забрали предусмотрительно, и как телемедицина меняет работу онкологов и вашего центра? Мы в течение уже трех лет с небольшим ведем телемедицинские конференции каждый вторник и пятницу без 15.09. Региональные диспансеры это знают, главные онкологи, и мы с ними встречаемся, решаем клиническую задачу или разбираем клинический случай, но не конкретных пациентов, а скорее всего направления. Но все равно это здорово, потому что, во-первых, мы друг друга видим, клинические задачи очень позволяют нам углубиться, понять друг друга, понять силу того или иного диспансера. Поэтому, конечно, изменилось в этом отношении жизни, оно стало проще для нас, для людей, которые контролируют в какой-то степени онкологическую службу. Есть понимание, где нужно помогать и как нужно помогать. Более того, мы стараемся с молодыми нашими региональными коллегами вести так называемый журнальный клуб. Мы ведем его на английском языке, это со всех регионов присоединяется раз в месяц. Ведут наши молодые сотрудники, которые владеют языком, они ведут разбор публикаций. Ну и, конечно, хирургическая наша деятельность. У нас ОРВАН операционный, это операционный, позволяющий транслировать из института меня имени Герцена, и мы транслируем школу в регион. Это тоже телемедицина. У нас очень сложная ситуация пока сейчас в стране с патологами, с морфологами. У нас до 70% в некоторых регионах дефицит. Поэтому есть возможность консультировать с помощью удаленного доступа сканы со стеклопрепаратов, особенно в сложных случаях, утверждая или отвергая диагноз. То есть для вас в основном это взаимодействие профессионалов? Только профессионалов. Мы пока что боимся, только начали, боимся в этот круг пускать пациентов, пациентские организации, потому что, во-первых, неосторожное слово, так далеко, во-вторых, мы тревожимся вот этой вот персонификацией общения. У нас не очень пока что защищены эти сети. И, конечно, мы не знаем, вот насколько мы можем все-таки пациенту, а не врачу говорить о том, как... Да еще в нашей специальности, где, собственно, очень сложная терапия. Ну, это, скорее всего, специфика именно онкологии, да? То есть в спортивной медицине... В онкологии мы так вот решили для себя, что вот у нас такой рубикон. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста, вам слово. Вас знают как хирурга, который провел, наверное, наибольшее количество операций с участием робота, удаленных операций, что сегодня справедливо называют явлением телемедицинским. Мы действительно стали по-другому взаимодействовать, врачи с врачами. Ну, это, если вы читаете закон этот, там написано, что это, на самом деле, и часть этого закона. Что касается пациентов, то, как только появился такой закон, казалось бы, что пациенты должны активно этим пользоваться. Урология, онкология – это такие специальности, которые, к сожалению, в общем, ну, представлены в регионах по-разному. И если пациент приходит, достигает уролога, поговорит с урологом, потом уже непосредственно до операции, вот эта часть от первой консультации до операции, которая может быть достаточно долгой, это может быть недели и месяц и два, да? Это нормально совершенно, зависит от диагноза. Он начинает коммуницировать с прикрепленным врачом путем телемедицины. Да, это, на самом деле, появилось тогда, когда появился вот мобильный телефон. Да? Можно было назвать это телемедицины тогда, в те годы? Конечно. Но просто не было закона. Сегодня в рамках закона мы ведь что ждем? Мы ждем, что будут, как было сказано, сертифицированные группы людей, специалистов, которых будет кто-то сертифицировать и которые будут консультировать пациентов, которые захотят, это очень важный момент, которые захотят представить свои данные, да, в эту сеть, в это облако, где хотите. Это голосование 50 на 50. Мне немножечко, знаете, ну, сначала было странно, а потом подумал, так и должно быть. По той простой причине, что кто-то это начал использовать, вот использовать, использовать, а кто-то сказал, давайте подождем и оставим, скажем так, зарезервируем эту опцию в каком-то определенном вот секторе или аспекте. И я хочу сказать, что позиция и той, и другой группы мне очень хорошо понятна. Консультация и постановка диагноза и лечения в условиях телемедицины – это две принципиально разные вещи. Почему? Потому что не нужно, вот здесь сидит сообщество самое уважаемое, медицинское наше, и мне кажется, что мы не должны вот насаждать, что тебя могут вылечить на расстоянии. Вот это очень опасно. Вот это мне хотелось бы сказать. Спасибо большое. Я подумала, что результаты голосования во многом еще объясняются тем, что здесь находятся представители лучшей медицины с лучшими ее возможностями. То есть это Москва, это федеральные центры. Чтобы не быть, постараться приблизиться к объективной картине, мы попросили наших партнеров в социальную сеть «Доктор на работе» провести голосование среди врачей. Это, в этой сети, наверняка знаете, зарегистрированы врачи из разных регионов. Это вот люди, что можно сказать, от земли. И участники этого голосования показали иные результаты. Хотя я попрошу эти результаты прокомментировать Александра Николаевича Николаева, операционного директора компании «Доктор на работе». Пожалуйста. Итак, первый вопрос был. Вас заинтересовали законодательные изменения в сфере телемедицины? И 32% ответили нет. Пытаюсь разобраться. 53%. И да, это, наверное, как раз врачи из больших городов. Всего 14%. Следующим вопросом был. Какие виды удаленных консультаций вы считаете наиболее востребованными и перспективными? Ну вот врач-врач, в принципе, как правильно было подчеркнуто, является уже не новинкой. Это, в принципе, было уже очень давно. Врач-пациент, как вы видите, всего лишь 5%. Считают наиболее востребованными и перспективными? Да. Ну, врачи-консерваторы. И оба элемента 56%. Здесь могут быть разные варианты ответов, и мы об этом поговорим. И оба элемента это 56%. Совершенно точно. Следующий вопрос был. Как вы относитесь к возможности дистанционной диагностики и лечения пациента? Здесь, как вы видите, наше врачебное сообщество разделилось практически напополам. Мне кажется, вот на следующем слайде будет ответ на этот вопрос, почему так происходит. Итак, следующий вопрос. Стали ли вы в большем объеме использовать технологии телемедицины в последний год? 40% врачей ответили, что, в принципе, они уже этим занимаются, используют новые технологии, и им ничто не мешает, так сказать, это осуществлять на практике. Но здесь нужно было отмечить, что используют официально и используют неофициально. Достаточно большой разрыв. То есть большая часть пациентов используют, врачи используют эти технологии неофициально. Неофициально. В чем вы видите главное препятствие для развития телемедицины в России? Что удивительно, всего 10% врачей ответили, что отсутствие финансирования. Но вот больше всего это слабая инфраструктура и высокие риски для врачей. Потому что врачи, все-таки, наверное, изучив закон о телемедицине, каким-то образом опасаются выносить свои суждения, ставить диагнозы без общения личного с пациентом. В принципе, вот с моей точки зрения основной вывод, который был на одном из слайдов, что большинство врачей используют телемедицину неофициально, уже сейчас, говорит о том, что если наши государственные органы управления здравоохранением не будут каким-то образом форсировать события, то очень скоро де-факто телемедицина у нас будет. А вот когда органы управления решат это сделать де-юре, причем уже в том виде, в котором она будет де-факто, это большой вопрос. На самом деле проведено блестящее исследование, тут никакого спора нет. Просто мне кажется, что вот у нас-то голоса разделились так же. Почему? Потому что мы должны понимать, что реальная жизнь-то одно. И на самом деле люди боятся телемедицины только потому, что им зачастую нечего показать. В крупных городах они могут показать, условно, сфотографировать пятно на коже или какой-то анализ. А в мелких, вот таких действительно городах, о которых я говорил, им нечего показать очень часто. Им нужно пойти к врачу, чтобы получить направление на анализ. Поэтому, конечно, я думаю, что это опять же будет зависеть от региона. И где-то это будет нужно сначала пойти, получить направление на анализ, получить эти анализы, а потом, потому что находишься ты там за 200 километров от этого доктора, потом непосредственно, совершенно официально, и это должно быть официально, отправить эти анализы. Вот телемедицина. И не нужно, знаете, не так страшен черт, как его. Не нужно думать, что это какая-то технология, которая там условно подвластна только людям с другой планеты. Это каждодневная вещь, она будет каждодневной в каком-то своем виде. Будет она легальной или уйдет она в серую зону? Вот это сейчас тоже важный вопрос, которым задаются в том числе и профессионалы. Вот чего опасается? Не точно поставить диагноз или каких-то правовых последствий для себя? Я думаю, что страхи отчасти врачей обусловлены тем, что боятся они пропустить какую-то патологию не в виде пациента визуально. Потому что, когда это телефонный звонок, и муж пациентки говорит, ну вот там у нее какие-то симптомы, а она сама по телефону подойти не может, но это совершенно две разные ситуации. То есть она может сказать, что совершенно другие симптомы уже. И оценивать это удаленно бывает очень тяжело. А то, что вы не имеете право ставить диагноз удаленно? То, что вы максимально что можете сделать только для рекомендации? Нет речи о том, чтобы поставить диагноз. Важно правильное направление мысли дать. Сказать срочно к нам. Сказать, что вам нужно вызвать скорую помощь, или вам нужно вызвать врача на дом, вам нужно там какие-то еще предпринять действия с участием врачей-специалистов на месте. Вот задача, я считаю, главная. Действительно барьерами являются риски для врачей и риски для пациентов. Телемедицинское взаимодействие, врач-врач, пациент-врач, это всегда зона риска. Оно всегда происходит в условиях неких ограничений. Может быть, это риски технические, может быть, методические, юридические, но они всегда присутствуют. Их больше, чем в обычном взаимодействии, в очном взаимодействии. Как преодолеть эти риски? Методически. То есть нам нужно накапливать больше знаний, информации, научных знаний на тему телемедицины. Организация телемедицинских консультаций. Насколько это трудоемкий процесс? Телемедицина разделена на два направления. Теперь уже однозначно. Профессиональный врач-врач и пациент-центрированный пациент-врач. Результаты опроса очень показательны. На первом слайде мы увидели, что 50% врачей хотят получить больше обоснованной информации. Мы очень много сейчас говорим о научных исследованиях в сфере телемедицины, об обучении в сфере телемедицины. Второй момент. Сказали, что 5% врачей только за пациент-центрированную телемедицину. Ну и что? Это крайние точки зрения. Кто-то сказал, нет, нет, только врач-врач, пациентов не существует. Другие сказали, нет, нет, только для пациентов врач-врач не существует. Но посмотрите, половина врачей как раз придерживается сбалансированной точки зрения. Нужны и те технологии, и другие технологии. Я хочу сказать, что телемедицина – это замечательный инструмент здравоохранения, который используется во всех отраслях медицины в очень разных формах. Кто-то передает изображения и даже не знает в лицо человека, который консультирует. Кто-то общается по видеоконференц-связи. Есть роботы, есть телеметрические приборы. Телемедицина – это огромный спектр технологий. В ряде медицинских дисциплин телемедицины уже вы не найдете. Вы не найдете приставки «теле». Скажем, в нашей специальности, в радиологии практически уже нет телерадиологии. Почему? Потому что телемедицинские технологии стали обычным компонентом рутинных ежедневных производственных процессов. Дело в том, что закон, он только узаконил и разрешил реализовать те технологии, которые докторов-то уже и были. Сейчас это немножко расширилось и придало некоторый статус этим действиям. Но закон не является драйвером внедрения вот этих новых технологий. И закон этих технологий не добавил. Я увидел три рубежа из того, что говорили доктора. Первое – это общение лицо в лицо, но удаленно. Это удаленный мониторинг и взаимодействие с пациентом. При этом лица можно не видеть, но видеть то, что с ним происходит. Это два. И третье, на чем я всегда настаиваю – это вообще новая технология, которую телемедицина или вот эта форма взаимодействия с больным может привнести. Вот тогда там должен сидеть у вас инженер еще, да, и вместе с врачом придумывать, а какие же новые аспекты появляются. Я бы хотела все-таки вернуться ненадолго к проблеме консультации врач-пациент и в чем здесь видят риски для себя врачи. Поэтому объявляю голосование. Практикуете ли вы удаленные консультации врач-пациент в большем объеме в течение последнего года, с тех пор, как для этого появились законодательные возможности? Сразу следующий вопрос. Получаете ли вы оплату за удаленную консультацию? Оплаты не существует или она не санкционирована. Соответственно, мы как раз говорим об опасности появления той самой серой зоны. Мы уже полтора года предоставляем людям возможность пообщаться с врачом. Та часть телемедицины, которую мы предоставляем, это возможность получить вот тот самый разговор с врачом, то есть стать более компетентным с точки зрения медицины о том, что сейчас происходит. Это не постановка диагноза, это не выписывание лекарства, это вот такой совет с врачом. У меня такой вопрос. Кто ваши основные клиенты, если мы говорим о пациентах? Москва примерно половина всех пациентов, примерно еще процентов 20 это Санкт-Петербург, остальное так... А со стороны врачей? Со стороны врачей это Москва и несколько городов Казани, например. Да, и стоимость консультации? Стоимость консультации у нас сейчас от 100 рублей, это быстрая консультация. Вот один вопрос, поговорить 5 минут с врачом, и сейчас 500 рублей это консультация. Быстрая консультация это как? Задать вопрос, это на самом деле просто звонок. А это уже второй вопрос, платите еще 400 рублей. Мы действительно не верили, ну как так вот 5 минут, казалось бы, ну о чем можно вообще за 5 минут поговорить? Садим врача, говорю, давай проверим. Проверяем, звоним, за 3 минуты успели расспросить, узнать все на вопрос, ответить получили. Это блестящая перспектива для телевизионного формата. На мой взгляд, вообще телемедицин это важнейшая составляющая вообще всех IT-технологий, которые сегодня внедряются в здравоохранение. И я не знаю, нет данных отдельно, сколько стоит телемедицин, но я могу привести данные, сколько тратят последние годы, 4-5 лет. Российская Федерация потратила примерно, это без учета медицинских организаций, с федерального уровня 30 миллиардов рублей. Примерно за этот же срок американцы потратили около 28 миллиардов долларов. А британцы, наши коллеги, это только вложение федерального центрального уровня. Потратили 4,5 миллиарда фунта стерлингов. Но давайте сравним, много это или мало. Если переводить по паритету покупательной способности, то по сравнению с Америкой мы потратили в 25 раз меньше за тот же период времени. По сравнению с Великобританией мы потратили в 4 раза меньше. Ну, соответственно, мы меньше смогли внедрить инфраструктуру. И, соответственно, наверное, оснащенность в некоторых регионах ниже, нежели чем в Москве или в центральных научно-исследовательских наших институтах. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это все-таки в медицине подходы должны быть очень аккуратными. Наш главный технологический процесс – это собственно оказание медицинской помощи. И здесь самый главный человек – врач. И если эти процессы не будут стандартизованы, то, соответственно, тогда мы будем ускорять процессы и тиражировать вообще ошибки. Поэтому вот приведу такой пример. Совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, известный бостонский врач, знаменитый Атул Геват, был назначен в такой стартап, который организовали Амазон. Вы слышали, да? Это Амазон, одна из крупнейших мировых управляющих компаний, и банк JP Morgan. И почему они выбрали не IT-специалиста, а врача? Потому что только врач может правильно вместе с IT-специалистами сказать, как правильно организовать процессы. Ну и теперь перехожу к тому, что надо делать. Первое – это, конечно, инфраструктура. На это нужны деньги. И денег, конечно, придется государству вкладывать больше, особенно на федеральном уровне. Второе – нужны технологические стандарты. То есть все оборудование, все должно быть между собой взаимосогласовано. Третье – это нужно, чтобы были стандарты, то, как мы правильно заполняем истории болезни. Сразу приведу пример. Несколько, буквально месяц назад, IBM, у них такой дедащий, вы, наверное, все знаете, доктор Ватсон. Ну и вот врачи заметили, что доктор Ватсон дает советы, которые, в общем-то, противоречат действующим онкологическим клиническим рекомендациям. В чем дело? Оказывается, в программу этого доктора Ватсона вводились данные, которые были не до конца клинически проверенными. И в результате неправильный результат. Значит, поэтому данные надо собирать верно, и в том числе при взаимодействии с помощью телемедицины. Третье – нужна мотивация. Что такое? Врачи будут всегда сопротивляться. В Америке, например, просто во время этой программы раздали по 40 тысяч практикующим врачам, чтобы они ставили IT-технологии, и примерно по 2 миллиона долларов в каждой крупной больнице, которая согласилась участвовать в этом эксперименте. И с 2019 года больницы и врачи будут получать, если они внедрили правильно IT, будут получать дополнительные деньги. Мы можем, конечно, рассуждать, де-факто, де-юро внедрится телемедицина. Конечно, дай бог она де-юро внедрится, потому что де-факто не надо ничего внедрять без стандартов, без правил и без государственного регулирования. И вот государственное регулирование – это очень важная составляющая. Мы должны прописать и законы, и подзаконы акта, про которые здесь говорили. Неправильные рекомендации, данные доктором Ватсоном, то есть компьютером Ватсоном, а что за ними стояло? То есть это кого-то лечили неправильно, кто-то умер? Вообще вот в эти так называемые «intelligence systems», про которые, ну, или интеллектуальные системы, вводятся данные. Я все понимаю. Данные должны вводиться о пациентах. А там ввелись неправильно заполненные данные, частично данные. И, естественно, когда компьютер обрабатывает, он дает неправильную рекомендацию. Совершенно верно. Потому что это одна из причин, по которой пациенты, россияне, боятся телемедицины. Это тоже мы выяснили с помощью исследований. Их крайне пугает перспектива, что им кто-то будет назначать лечение, кто-то будет давать рекомендации, кто их не видел. Потому что доктор Иван Иванович, Андрей Дмитриевич и Дмитрий Юрьевич, это вполне живой человек, с ним важен контакт. Это одна из причин вот этого недоверия. И еще вопрос. Нужны деньги. Сколько? Больше, чем в нацпроекте здоровья? Нужно в 4 раза больше. В 4 раза больше. Андрей Дмитриевич, вы сказали, что начали с того, что больше 3 лет внедряете, используете телемедицинские консультации врач-врач. Но это тоже требует инфраструктуры. Насколько это затратно? Действительно. С компьютером доктор Ватсон, который действительно себя не показал в онкологии, при тех огромных вложениях, триллионных, которые есть. Но есть даже такая американская шутка, что у них случился рак мозга у компьютера доктора Ватсона. И она действительно прошла эту шутку, но деньги уже не вернешь. Значит, что касается дальнейшего отношения и развития. Понимаете, это нужно было нам для общения с регионами. Невозможно ездить все время. И когда появилась возможность помогать регионам, то это стало, конечно, значительно дешевле, чем бесконечно отправлять группы в разные регионы нашей страны. По планам Министерства здравоохранения Российской Федерации было намерение порядка 20 регионов обеспечить необходимой телемедицинской инфраструктуры. По последним данным счетной палаты, ни одному региону не удалось это сделать. То есть вопрос финансов, возможностей и так далее. Но слабая телемедицинская инфраструктура, особенно в регионах, остается главным тормозом развития телемедицины. Ну, один сканер, вот если мы с вами будем говорить, стоит было 30 миллионов, которые будет передавать изображение. Но это все равно дешевле, чем содержать семью, то есть морфолога, квартиру. Может быть, не одного, он может все время заболеть. Но с другой стороны, мы с вами понимаем, что для сканера тоже нужно приготовить нормально, по нормальным стандартам стеклопрепарат. Он откажется читать. Значит, на нас с вами ляжет обязанность хорошо проучить, выучить среднее звено специалистов. Нужен пилотный проект между 10 клиниками, 10 стационарами. Два в Москве, два в Санкт-Петербурге, два в Ростове, два в Владивостоке, два в Хабаровске. 10, 15, 20 стационаров, которые вот таким вот образом замыкаются. И по определенным нозологиям, по определенным патологическим состояниям отрабатывают вот эту телемедицину. И эта телемедицина, конечно, разделена на та, которая с нами, общение с врачами между собой. Или пациенты требуют какое-то мнение. И это должно быть разделено, и это должно быть, как пилотный проект, сделано. И потом, на основании того, что сделано, и это должно быть представлено непосредственно руководителем в нашем государстве, они у нас все одинаковые наши руководители, да, дай Бог вам здоровья, и они должны четко совершенно прописать дальнейшие шаги. Это будет верно. Телемедицина – это инструмент, и она начинается с задачи, которую хотят решить с помощью телемедицины. Совершенно не всем она нужна. И кому-то нужны видеоконференции, кому-то нужны роботы, кому-то нужна телеметрия, а может быть, кому-то вообще не нужна телемедицина. И так тоже бывает. Телемедицина может приносить разную пользу. Может, кстати, и вред приносить. Вот, может вообще не работать. Но если говорить о пользе, польза может быть больше медицинская, больше организационная, больше социальная, может быть финансовая. Вот в плане финансовой хочу привести пример. В сфере лучевой диагностики есть концепция централизации описаний. В одной из городских поликлиник города Москвы с нашей помощью была внедрена как раз централизация. Четыре филиала, головной филиал. Работало порядка 20 врачей, среднее количество описаний на дно врача – 4 за смену. Провели организационную реструктуризацию, подключили поликлинику к единому радиологическому информационному сервису, создан единый центр описания. Исследования на местах выполняются преимущественно рентген-лаборантами, кстати, о роли среднего медицинского персонала. Для контрастных исследований по закону есть один врач в отделении, не пять, а один, экономически выгодно. Все описания попадают в ЕРИС, в информационную систему, все исследования, прошу прощения, все описания выполняются дистанционно, на 100%. Экономический эффект одной поликлиники за один год – 23 миллиона рублей. Рост зарплаты на 150%, рост производительности труда на 400%. Нужны ли деньги на то, чтобы внедрить в телемедицину любую цифровую технологию? Ну, конечно, нужны. А как без денег? Что можно сделать без денег? Другое дело – вопрос в планировании. Когда вы хотите потратить миллион, вы рассчитываете получить что? Увеличить выявляемость онкологической патологии. Хорошо. Вы хотите улучшить качество жизни. Хорошо. Вы хотите высвободить деньги. Тоже цель. Деньги в системе здравоохранения есть. Вопрос, наверное, в оптимизации, прошу прощения, затрат. И телемедицина позволяет этой оптимизации добиться. Я вот о чем хотел бы сказать. Мы это делаем с 2006 года в нашей системе. И в тот момент, когда появился скайп. С этого момента мы это все дело внедрили. Мы внедрили облачную компьютерную систему, которая позволяла нам кумулировать данные практически со всех регионов. И это, я хочу сказать, очень успешно и быстро можно делать в узких специальностях, таких как, например, офтальмология, которая требует совершенно конкретную цифровую информацию. Таких как, наверное, отолерингология, может быть, и в каких-то урологических дисциплинах. Ведь цель того, что мы сейчас обсуждаем, состоит в том, что таким образом приблизить более или менее специализированную или же профессиональную хорошую медицинскую помощь для тех телезрителей, которые нас смотрят, да и для всего населения. Для этого что нужно? Для этого нужно приблизить эту самую помощь и тиражировать вообще всю эту идею телемедицины только для того, чтобы люди, а, о ней знали, и, б, чтобы они хотели этого. Вот если они захотят, то обязательно, то есть если будет спрос, то обязательно появится предложение. Сейчас ненадолго отвлечемся. Итак, хотят ли россияне пользоваться телемедицинскими услугами? Для этого мы провели опрос с помощью наших партнеров из Фонда общественного мнения. Я прошу о нем рассказать. Действительно, очень интересно сравнить экспертное мнение и мнение массового человека. Я могу сказать, что, конечно, это совершенно два разных измерения. Это полторы тысячи россиян старше 18 лет, от Калининграда до Камчатки. Голова массового респондента, объект очень темный, но мы попытались все-таки разобраться. Итак, знают ли россияне слово телемедицина? Вы знаете, слышали или слышите сейчас впервые этот термин? 38% россиян знают или слышали по их словам. А на самом деле это очень хорошая цифра. Но я говорила, что голова предмет темный. И следующий вопрос это нам подтверждает. Итак, мы спрашиваем, а что такое телемедицина? Как вы ее понимаете? 36% уходит в темноту. Вообще ничего не знаю. Причем хочу подсказать, что даже те, кто сказал, что знает слово телемедицина, потом не могут сказать, что это такое. На втором месте, и тут гимн нашему телевидению, телемедицина это передачи на телевидение. Причем называли конкретные передачи, в том числе и доктор. И вот получается, что у нас 25% называют, что телемедицина это передача по телевидению. Обращу внимание на то, что даже среди тех, кто говорит, я знаю это слово, я что-то слышал, такая же доля ответов. 25% говорят, что все-таки телемедицина это что-то про телевидение. Телевидение это наше все. Но все-таки 20% говорят о том, что это какое-то удаленное консультирование с помощью интернета или мобильных средств связи. Естественно, среди тех, кто знает, что-то слышал, таких больше это 35%. Хочу обратить внимание врачей, что все-таки есть негативные ассоциации. Мы не приводили вот эти цитаты, но тем не менее, очень часто говорят, нет, не хочу, это обман, это провокация, никогда не поддамся. Но 12%, скажу как доктор социологии, это не так много. И на следующий вопрос, как наши уважаемые россияне ответили, кто пользовался, ну очень сложный вопрос, это технология, мы дали все-таки определение, что такое телемедицина с помощью канала доктор. Мы спросили, вы пользовались, 7% сказали, что они пользовались тем, что они считают телемедицина, и они поняли, что такое телемедицина. Но это не так плохо. И, наконец, самый важный для вас вопрос, пойдут ли россияне в эту отрасль, в телемедицину. Мы спрашиваем, вы допускаете или не допускаете для себя возможность воспользоваться телемедицинскими услугами в будущем. И получается, что треть готовы. 32% не боятся и готовы. Если резюмировать, могу сказать следующее, что, в общем-то, прогноз положительный. Если бы я сейчас делала бы стартап в области медицины, будучи менеджером, я бы рискнула. Удачи вам, пожалуйста. Я с радостью буду пользоваться телемедицинскими услугами. Спасибо. Мне ни одного пациента за можно прибавить. Я бы все-таки хотела дать слово доктору из Финляндии, чтобы поделились опытом страны. Здравствуйте. Меня зовут Валерия Дансен. Я являюсь руководителем медицинского центра в Хельсинки. Я хочу сказать насчет того, какие задачи решаются на Западе. Но Финляндия, кто знает, маленькая страна. Очень там жизнь такая, что люди разрознены, особенно где-нибудь в Равниеме, там эти за линиями бегают. И телемедицина там играет огромную роль. Потому что люди, во-первых, врачей не хватает. Количество врачей в Финляндии и в России такое же на душу населения. Разница только в том, что там есть ВОПы, 80%, а здесь нет. И что позволяет врачам не бояться пользоваться телемедициной? Прежде всего, общегосударственная информационная система. То есть я, например, приехала сюда, у меня пациент со мной связался, говорит, вот у меня такая проблема, не могли бы мне помочь. Я могу из Москвы зайти в общегосударственную систему и посмотреть, где он лечился, в какой университетской клинике, что ему назначили хирурги, онкологи. И я врач общей практики, у меня профессия такая. Я могу ему назначить лекарство, не боясь, что я его не пойму. И по поводу денег. Финляндия потратила 5 миллиардов. Смотрите, такая страна, 5 миллионов людей живет. То есть треть Москвы. 5 миллиардов евро только на то, чтобы сделать эту систему. То есть это не телемедицина никакая. Это только вот эта вот база данных, куда все медицинские центры под определенным стандартом свою информацию складывают. Второй момент. Это то, что существуют стандарты. Люди, врачи, они лечат по определенным стандартам. То есть не может врач, например, в Раваньеме лечить как-то очень сильно по-другому, чем тот, который в Хельсинки. То есть вот это помогает врачам быть уверенным, что телемедицина не принесет никакого вреда. Продолжая тему вообще роста популярности и проникновения информации о телемедицине, чуть-чуть вернусь назад. Хотела поделиться нашей статистикой. На рынке мы уже три года. Сейчас у нас порядка 60 тысяч консультаций, проведенных, завершенных. Естественно, речь не идет об обстановке диагноза и выписывании рецептурных лекарств. Это консультативная помощь. Так вот, если полтора года назад у нас обращаемость была в процентном соотношении первичных консультаций, 70% было первичных консультаций, 30% возвратных, то есть повторных. Люди обращались во второй, в третий раз. То есть сейчас совершенно обратная ситуация. У нас 70% повторных, то есть эта возвращаемость, она растет. 30% — это первичные. И здесь можно сказать, что еще добавлю, что у нас федеральные сервисы, то есть мы работаем не только на Москву, Петербург, мы работаем повсеместно со всеми русскоязычными людьми, кто может к нам обращаться. Врачи у нас из Москвы и Санкт-Петербурга сейчас работают. И это где-то 80% обращений именно из регионов. Многие считают, что это такая привилегия Москвы и Петербурга, что многие знают. Нет, сейчас у нас более 150 врачей, два формата консультации. Это дежурные врачи, которые в круглосуточном режиме принимают обращения. Это три минуты, золотой стандарт. И врачи, которые работают по расписанию, это врачи узких специализаций уже соответственно. Спасибо. Евгений, пожалуйста, коротко. Добрый день. Меня зовут Евгений Поперный. Я работаю руководителем проекта «Мейл-здоровье». Мы занимаемся дистанционным ответом на вопросы наших посетителей о медицине силами 180 в нашем случае. Врачей уже больше 8 лет. И мы помогли более чем 300 тысячам человек. Есть очень много вопросов, которые начинаются со слов. Я к врачу никогда не пойду. Но что же это за люди? Это не люди, которые боятся врачей. Это женщины, которым требуется гинекологическая помощь в регионах Северного Кавказа, где полностью отсутствует медицинская тайна. И они не могут с огромным количеством нозологий обратиться к специалисту. Иногда они даже присылают фотографии. И фототехника в современных телефонах такая качественная, что страшно смотреть на то, что они присылают. И мы оказываемся той единственной организацией, которая способна предотвратить для них развитие ситуации, которая закончится бесплодием, надавить на них как-то психологически, чтобы они выехали из своего региона и обратились за медицинской помощью. Вот такая картина в той телемедицине, которая, в общем-то, фактически еще погружена в коммерческий сектор. Ну, например, у нас есть организации, которые получили инвестиции в объеме миллиарда рублей. И расходуют их крайне эффективно коммерческие компании. И в этих структурах есть и онлайновая электронная карта медицинская, история болезни, совмещенная со всеми отечественными ГОСТами. И система контроля качества оказания медицинских услуг. И система распознавания медицинских изображений, защищенные и сертифицированные в стекам мессенджеры для врачей и пациентов. Вообще телемедицина, по моему мнению, это как интернет, это телефон, это компьютер, телевизор и так далее. Это любой метод связи двух людей. А как это используется, это уже другая часть. Также был вопрос по... У людей знают ли они, что такое телемедицина? Они не знают. Не было достаточно работы, проделанной не коммерческими структурами, ну, в отсутствие Яндекса и Мэйла, у которых гигантские бюджеты для таких вещей, чтобы рассказать людям на главной странице, используя таргетированные рекламы, телемедицина, телемедицина, телемедицина. Но объяснения, что это значит для пользователя, для пациента, не было. И это огромный, как бы, ущерб развивания вот этой индустрии. Также и докторам. Им не объяснили, что это такое, их не научили, им просто надеялись, что мы включим, как бы, скайп, включим холодильник и разбирайся с ним, что дальше с этим делать. Это вот инфраструктура инфраструктурой, а очень важно учить всех, как бы, участвующих в этом цикле, что с этим делать. Это очень важная часть. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас я предлагаю проголосовать, потом у нас еще будет возможность несколько реплик озвучить. Итак, согласны ли вы с тем, что телемедицина неизбежно и принципиально изменит профессию врача и его отношения с пациентом? А вы, наверное, тоже согласны, да, Андрей Иванович? Никто не спорит. А редкая единодушия, нет, есть все-таки. Из-за таких, как вы, мы на втором месте. Спасибо за это голосование, за этот результат. Я хочу обратиться к академику Вадима Марковича Говорону, руководителю Центра физико-химической медицины ФМБАП. Пожалуйста. Я бы хотел сказать, на самом деле, две вещи. Первое. Действительно, я согласен с людьми, которые здесь говорили, и немножко не согласен с молодыми коллегами, которые по определению революционеры. Телемедицина, ведь это, на самом деле, всего лишь способ. И дальше, понимаете, у нас есть очень много этажей. Вот того, как здесь говорилось уже, да. Чем сложнее инфраструктурна страна, чем больше она уже вложила в образование, тем меньше те способы, которые сегодня обсуждались, нужны. Потому что если бы в дальних регионах было много квалифицированных врачей, я называю вещи своими именами, то, наверное, не было бы необходимости с помощью каких-то способов связи поддерживать необходимое качество и стандарт лечения. Они бы все и так знали. Во всех цивилизованных странах, как говорили коллеги, примерно лечится одинаково. С другой стороны, телемедицина в будущем – это эффективный способ накопления того, что называется big data. Когда на смену или сначала в помощь к врачу, я, может быть, скажу крамольную, вы еще в эту аудиторию, придут компьютерные помощники. И в России эта проблема чрезвычайно трудна. Она не просматривается ни в какой перспективе, потому что здесь правильно говорили, что форматы сбора этой информации, качество того, как готовится первичный цифровой слепок пациента или здорового человека, у нас не привиты. Их нет. И те страны, которые на самом деле давно работают с биобанкингом, то есть это большая инфраструктурная проблема. В связи с этим мне хотелось бы понять, вернее сказать, довольно простую вещь. Как говорил Черчилль про русских, прыжки в два этапа через пропасть приходят к довольно плохим последствиям. Прыгнуть через пропасть в два прыжка нельзя. Надо только через один. Для этого нужно изначально, когда вы готовитесь к прыжку, считать те инвестиции, которые будут вложены в разные элементы этого пазла, чтобы они состоялись как некое целое. Ведь конечная цель-то очень простая. Чтобы пациенты или клиенты, а к этому всё идёт, были бы охвачены медицинскими услугами очень высокого качества. И как можно дольше поддерживали здоровье, а не спускались бы к врачам, как больные люди. Я очень надеюсь на то, что мы всё-таки дольше будем оперировать терминами пациент и медицинская помощь, а не клиент и услуга. Я говорю про клиента как к субъекту здоровья. А к субъекту здоровья слово «пациент» не подходит. Пациент – это больной человек. Понимаете? Поэтому в этом смысле мы говорим о том, что на самом деле медицина, если она трансформируется, она трансформируется. Она должна заражаясь новой идеологией. И там такие же цифры, там такие же параметры, такая же лабораторная диагностика, такие же образы. Но они требуют некой нормализации, потому что понятие нормы в современной медицине. В этом смысле здесь предстоит очень большая работа. То есть работа по осознанию отсутствия определённых стандартов. Потому что данные, переданные без стандартизации, то есть без того, что врач или считыватель, какой бы он ни был, гаджет, что угодно, если это не стандартизировано, то получаются анекдоты про доктора Ватсона. Я хочу предоставить очень короткое слово нашему уважаемому президиуму. С вот, наверное, с тем же вопросом по результатам голосования. Если телемедицина неизбежно меняет нашу жизнь, то почему? Пожалуйста. И как? Кузель у нас там. Просто потому, что технологии дают нам новые возможности. Появились технологии, которые мы должны использовать для автоматизации, улучшения, ускорения своих процессов. Но только надо сначала помнить о том, что процессы наши клинические и их качества – это на первом месте. А технологии информационные – это на втором. Они просто помощники. Спасибо, Антон Вячеславович. Я не согласен с голосованием аудитории, потому что телемедицина не изменит ситуацию. Она давно её изменила на самом деле. Поэтому согласен с коллегами, которые проголосовали против. Всё изменилось уже очень давно, и обратного пути нет. Всё будет именно так. Вопрос только в том, насколько мы все вместе сможем сделать этот путь качественным, безопасным и эффективным для наших пациентов и для нас со временем тоже. Спасибо. Любая новая дорога ждут неожиданности, но не идти по ней нельзя, потому что просто это веление времени. И мы столкнёмся, конечно, и с рисками, и с теми новыми какими-то вершинами, которые изменят нашу жизнь, даже подходя к каждой из них. Поэтому это изменит нашу жизнь, даже если мы упрёмся в тупик или не пойдём дальше. Спасибо. Большое спасибо за приглашение. Это первое. Второе. Мне бы хотелось сказать, что надо действовать в рамках своей специальности. То есть если есть телемедицина, я прошу просто всех наших коллег действовать в рамках своей специальности и имплементировать телемедицину в свою специальность. И второй момент очень важный, который я не могу не сказать. Мы считаем, что развитие наших отечественных технологий позволит именно осуществить этот прыжок в один этап, перепрыгнуть через бездну в один этап. Почему? Потому что наши технологии придут, как российские роботтехнические системы, любые другие, неважно. Это те технологии, которые изначально могут быть внедрены в телемедицину. То есть не нужно будет какую-то технологию, которая уже имеет место быть здесь, и она внедрена по всем регионам по-разному, нужно будет как-то менять и подстраивать под телемедицину. Наша отечественная технология может внедриться сразу и внедриться уже с системы телемедицины внутри. Спасибо большое. Но мы тоже будем действовать в рамках нашей специальности, поскольку 25% россиян по-прежнему думают, что телемедицина – это передача о здоровье и телевидении. Мы с вашей помощью, я надеюсь, будем разъяснять им все возможности этой большой отрасли новых технологий и тоже менять жизнь наших пациентов к лучшему. Спасибо большое за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова